Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Виталий Димбовский. Мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. По традиции цифры статистики. Только с начала этого года в столице на пожары ИЧС спасатели совершили уже более трех тысяч выездов. На пожарах 15 человек погибло, 65 человек, из которых двое детей пострадали. Силами МЧС 305 человек удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Более подробно о происшествиях ушедшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. В понедельник был спокойным, а вот во вторник в кухне одной из столичных многоэтажек произошел пожар из-за вспыхнувшего подсолнечного масла. Сообщение о пожаре поступило вечером в 22.58 от хозяйки квартиры дома по улице Горецкого. Оперативно прибывшие на место вызова спасатели установили, что в кухне трехкомнатной квартиры на третьем этаже десятиэтажного дома произошло загорание имущества на площади 2 квадратных метра. Со слов хозяйки квартиры установлено, что подсолнечное масло, поставленное подогреться на сковородку, начало расплескиваться, в результате чего произошло загорание масла, а потом и имущество вокруг. Хозяйка изначально сама пыталась справиться с пожаром, а когда поняла, что собственных сил не хватит, позвонила на 101, после чего вывела из квартиры четырех маленьких детей, предварительно плотно закрыв за собой окна и двери. Спустя 15 минут после сообщения пожар был ликвидирован пожарными спасателями. Из-за курившего в нетрезвом состоянии мужчины произошел еще один пожар в квартире. В среду в 14.48 на 101 поступило сообщение от очевидцев с улицы Городецкой. Оперативно прибывшие на место вызова спасатели установили, что в жилой комнате трехкомнатной квартиры на восьмом этаже десятиэтажного здания произошло загорание имущества на площади 15 квадратных метров. В 15.03 пожар был ликвидирован. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии мужем хозяйки квартиры. Минск чрезвычайный. На проспекте Рокоссовского подожгли автомобиль. Сообщение поступило в пятницу около четырех утра. Звонивший очевидец сообщил, что на проезжей части проспекта Рокоссовского 153 горит авто. Оперативно прибывшие на место вызова спасатели установили, что загорание произошло в салоне грузового автомобиля «Рено Москот» 2006 года выпуска. Владелец автомобиля устанавливается. В результате пожара повреждена кабина. Предполагаемая причина – поджог. Самодельный электроудлинитель стал причиной пожара. В воскресенье 29 ноября в 12.42 с НА-101 поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Жуковского. Прибывшие к месту спасатели установили, что на восьмом этаже 12-этажного здания в кухне двухкомнатной квартиры произошло загорание имущества. Хотя пожар был ликвидирован до прибытия подразделения МЧС, в результате все равно серьезно повреждены предметы мебели, закопчены стены и потолок. Причина возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, а именно использование самодельного электроудлинителя. Виновное лицо – хозяин квартиры. В тот же день 79-летний слесарь решил подогреть электрочайник на электроплите. В воскресенье в 16.46 на проспекте Победителей 18 сработала пожарная сигнализация. По прибытию спасателей установлено, что на втором этаже здания произошло загорание электрочайника, оставлено на включенной электроплитке. Дымовые пожарные извещатели сработали быстро и серьезных масштабов пожар не приобрел. Хотя, не будь сигнализацией, все закончилось бы куда плачевнее. А так, среди ущерба – лишь испорченная плитка, электрочайник и деловая репутация местного слесаря, который и оставил чайник на электроплите. Минск чрезвычайный. Ближе к ночи спасатели вытащили мужчину из покореженного Мерседеса. В 23.50 в Центр оперативного управления поступило сообщение столкновения автомобиля с мачтой уличного освещения на внутреннем кольце 52-го километра МКАД. В ходе разбирательства установлено, что Мерседес-Бен с 2004 года выпуска столкнулся с мачтой уличного освещения. Работниками МЧС из салона легкового автомобиля с использованием специнструмента стопа левой ноги водителя была деблокирована из-под педали сцепления. Пострадавший мужчина 90-го года рождения с предварительным диагнозом «ушиб» сдавливание тыльной стороны левой стопы и перелом госпитализирован. Ну что ж, на сегодня это все. До встречи в следующий вторник. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.